Данное видео создано в развлекательно-ностальгических чувствах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И сегодня я хочу немножко погрузиться, так сказать, в атмосферу того времени, когда мы вообще собирали какую-то полнейшую дичь. Не знали, как играть в целом. И будет ли это видео относиться к рубрике «А что если?» Если честно, я не знаю. Но в целом это видео просто будет, ну, в папке рубрики «А что если?» Но это видео, по сути, верните, мой 2007 будет так и называться. И, короче, смысл этого видоса в чем? Антон, короче, смотри. Я, когда учился, играл на траксе. Собирал ей меку и дезолятор. Я играл на передбрейкере. Потому что очень сильный герой. Потому что очень сильный герой. Но тут, я думаю, будет именно тематически в две кнопки тебе взять, мне кажется, венгу. Потому что мы, я помню, мы заменяли эффект венги, ее атаки, собирав ей дезолятор тоже. Потому что нас бесило, что она сама себя кидает. И я тебе предлагаю взять венгу. Но это на твое усмотрение. И, в целом, собираться так, как мы когда-то начинали, собирались, да? Да, вспомнить, кроме дезолятора, что еще? Знаешь, что я бы собрал? Я бы луну взял и собрал и сажусь. Вот это то самое именно, ради чего сегодня мы здесь, так сказать, собрались. И в этой катке у нас будет, так сказать, билд новичков, выразимся так. Потому что... Качков. Да, качков новичков. Ну и при этом еще интересно было бы, конечно же, эту каточку так, ну, грамотно, поинтересному. Ну, парофло даже, выиграем, не выиграем, чисто... У меня здесь будет просто лютая дичь. Это ПТшка, дезолятор, мека. Я мекку соберу в любом случае. А там посмотрим уже, что будем докупать. Я уже точно не помню, что мы там собирали еще. Но, короче, должно получиться прикольно. Это точно будет катка на троксе без Маднеса. Скорее всего, с Володькой. Почему без Маднеса? Потому что... Маднес на троксе? Это было вот так, помню в то время. И постараемся разбавить эту каточку каким-нибудь, ну, не знаю... Какими-нибудь такими воспоминаниями того времени. Но это было круто. Не знаю. Это как-то нахлынуло. Я решил не просто рубрику, а что если сделать, а именно вот такую вот тему. А Славик-то вести себя так же надо, как в 2007-ом в чате, да? Ну, в чате, в чате не знаю. Но поиграть... Ну так, наша задача, конечно, желательно тоже и выиграть с такими артефактами. Но если всадим, ничего страшного. И сыграем еще одну. То есть, как бы... Смысл того... Если у тебя мидер пойдет к нам гонгать, я сразу напишу, где СС. Ну, не знаю, не знаю. Ну, короче, делаем, короче, как делаем, а потом посмотрим, что получится. Делай хорошо и будет хорошо. Да, делай, нормальное будет. Нормальное делай, нормальное будет, как говорится. Вот, и все. Короче, смысл, я надеюсь, вы поняли. Помнить то время, когда... 2007-ой, короче. У меня на F5 бинт минус инвоке лист. В то время не было биндов, кстати. Фля, кстати, в то время не было биндов. Так, и чего? Так, и чего? Так, ничего, играем с биндами. Уже так, ну, тяжело будет. Прямо тяжело будет. Без биндов. Как заставить играть себя плохо? Ну, хуже. Ну, в смысле, и так плохо, но еще хуже. Да, бинды оффы. Я джек, мэн. Нифига себе, я ничего не выделил себе. Лаки, мэн. Ну, конечно... Ласт хит в сравнении с тем временем, конечно, немножко получше будет. Тогда мы просто автоотачили, я думаю. Стояли даже, наверное, не пытались ничего добивать. Офига себе, ты там уже пенетрируешь? Оу, еее. Оу, еее. Оу, еее. Я джек, мэн. Так, вот этого можно прогнать немножко. Хочешь написать орехи, херф? Лфк орехи. Тебе лфк орехи сделать? Да. Окей. А не то фидить буду. Что-то и так фидишь. И без лфк рейфа. Забейл? Удачи и веселой игры. Так, я, если честно, пока не знаю, что я именно первым буду собирать, но, наверное, с птшки начнем. Потом можно Володьку сделать и Мекку с Дезалем. Я реально не помню, что еще есть собирать. Слушай, барабаны, не помнишь? Мы собирали в то время барабаны? Помню, но... Не помню на Венгере мы их-то, ребят, собирали. По-моему, на Венжи-фул. Сосрать поймаю, сдохну. Хотя нет, не перебьет. Нормально. Лфк орехи. Ну, пока орехи, дядь. Эй... Тишина. Так, ну что, давай, наверное... Кентябрь горит. Давай, наверное, этот... Раз... Короче, смысл того видоса сделаем так. Раз в пять минут, давай будем... Вспоминать какую-нибудь очень интересную историю. И... На пятой минуте я что-нибудь выдам, если не забуду, потому что... У меня 7 пятниц на неделе. Давай, выдай базу. Базу выдам. Выдай базу. Да, жесть, конечно, сейчас. Куру открой, не, братулец. Мне надо. Мне надо. Не надо, а тебе не надо. Кура соло покупается на то и покупается, что соло покупается. Понял? База какая. Кура покупается на то, что соло покупается. Да, что ж такое-то. Давай, сделай. 40 латенс сделаю. Может, у него... Чуть получше станет. Либо кикнем его. Вот это крайний лаг его. Если что, кикнем. Пост-туннель. Пост-туннель. Это смешно, на самом деле. Я помню, реально сворачивались. Какую-то правую кнопку нажимаешь там. В лобе на чуваков. И там написано туннель. И ты туннелишь. Какую-то хрень делаешь. Вообще, я не понимал, зачем это. И думал, это реально работает. Что это вообще было? Если кто... Были гареновские? Есть, ребята? Ну, напишите в комментариях, что делал туннель. Если реально знаете, что он делал. Если реально знаете, что он делал. А то так чисто на... Блин, да как же тяжело инвокера убить, когда затара нету. Затара нету? Ни хрена. Не могу куру принести. Иншлека. Инжокер. Инжокер. Слушай, я могу... Меку целиком купить. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Или Дезоль. Просто Дезоль. Вот первый артефакт Дезоль сделаю, наверное. И я Дезоль тоже соберу, окей. Давай, чисто вот... Верните мой 2007. Мы играли как могли. Без сапога Дезоль просто покупали. Собирали, что знали. Так, собирали как умели, собирали как знали. Давай так и сделаем. Почему нет? Я тогда фармлю дальше. Так, пятая минута. Вспомнить что-нибудь прикольное. Го на топе, Ганган. Ганга сделаем. Ганга-ганга. Так, ну... Начнем с того, что... Ух ты, тут еще и хуск. Ух ты, так он меня казнит с одной тычки поеде, да? Эх, промах. Дядь, че ты его боишься? Но у меня ман не хватит его забрать. Гирыч просто стоит. Ну ладно. Некроз, рэди, гоу! Хорош. Давай, дротики, дядь. Хорош. Нифигасе, тут Коко Джумбо раздает. Жесть. Я тут сейчас немножко крипчиков подмету. Че, тебе там нормально дэмэджи тройка дает? Ну, пока первого уровня. Ну, второй я взял. Пойду на базу. И пойду второй мифрил сейчас возьму. Так вот, пятая минута у нас произошла. Рассказываем какую-нибудь чудесную историю. Ну, начнем с того, что, короче, в то время, когда мы еще, так сказать, не умели, но очень хотелось играть. Интернета, соответственно, у нас не было. Помните это время, конечно же, когда не было интернета. Но, может, кто-то это не застал. Но интернета лично у меня, вот, у Антонио особо не было. Был 3G модем, который постоянно лагал, который, там, я не знаю, выбивало, там, деньги кончались. Мы ходили, там, чисто, знаешь, в банкоматы ходили эти, там, положить, там, 50 рублей, чтобы этот интернет там работал хотя бы как-то. Чтобы продлить хотя бы или на день, или на некоторые несколько часов уже. Да, и пытались залетать в Гарену, чисто, там, пофиг вообще, как лагал, не лагал. А помню, очень тот момент запомнился, когда я приносил ноутбук, и как-то мы, там, интернет отмутили, и, там, с нереальными лагами, с какой-то лютой задержкой, где писали, да ты лагер конченый, ливни. Там, что-то на Нерубе, я помню, каточку, там, стан дал, типа, там, забрал, убил. Тут столько радости было, помню, на улице сидели у вас, еще вечер был. Не знаю, запомнил ты, нет, по-любому, наверное, не запомнил. Я помню, где-то место помню, потому что я помню на этом месте еще другую игру, уже когда я зашел. Вот, это было просто нереально круто, и это очень крутые были эмоции. О, там, станом попал, ооо, убил, очень круто там, это с игроками, это не с ботами, а то привыкли там постоянно с ботами, вот это, ну, бегать, что-то вот эту фигню какую-то все делать. Это реально было очень круто, просто непередаваемые ощущения в того времени. Так, ну, следующее на 10-й. На 10-й минуту. Так, дезоль есть. Сейчас инвокера буду убивать, смотри. Ой, и звук тот, слушайте звук дезолятора, ребят. Просто как-то, вот этот звук. Инвокер побежал на хосте. Фига, троксас дезолем. Ребята, это что-то крутое. Зато как пушит-то, е-мое. Так, ну что, можно next me, дезоль? За что ты антоксу так? Я dead inside получается. Дед внутри. Так, хорошо. Че у тебя там тоже есть? Но ты решил под стандартику сначала, да так, птэшка, там грамотный билд. Ну, вроде мы птэшку собирали, я не знаю. Ну, птэшка собирали, да, безусловно. Безусловно. Но я решил так немножко не по стандартику. Так, ну что, можно меку собрать. Половину меки. И будем жить, как говорится. Сапог возьму себе, че, как лох без сапога. Мы же сапог покупали? Но не апали, возможно. Мы же сапог покупали, деды воевали. Осуждаю, осуждаю. Так, он же меня убивает на кентавре. Ой. Ой. Блин, без сапога тяжело было. Еще Вижен, если б стоял, забрал бы 100%. Размансил бы тычка так, тычка так. Вопросик ставит, типа, тетей. Ой, забавно. Но сделал как... Сделал как в 2007 на самом деле. Так, 10 минут на поток. Входе, окей. Следующая великолепная история. Ах, а какая? Какая у нас великолепная история следующая? Че-нибудь есть на примете, че-нибудь такое? Блин. Ну, наши игры напрашивают, а когда мы играли против, вспоминаются. Какая не помню тут, какие там были игры. У меня только одна вспоминается, когда я играл на Вивере. По-моему, мы один на один играли с тобой, ты на эсэфе играл. Я помню, как, короче, вот здесь было намного больше деревьев, в области мида. А я за тобой побежал туда, на шокучах, а ты там реквием красиво раскастовал и убил меня с этого реквиема. Просто шоковальта. Запомнилась, жесть. Я, если честно, такую тему вообще... Меня вот это запомнилось, там отпечаталось. Возможно, это было как-то, не знаю, может, какая-то шодота. Ну, как всегда, тогда это и было шодота, реально, вот в те времена. Я вспомнил сейчас, ты, по-моему, как-то ко мне домой приходил. Я чё-то на эсэфе играл. И ты чё-то, помни, чё-то, типа, так немного сказал, у нифига, ты реально так, ну, неплохо на эсэфе чё-то там делаешь. Вот помню, вот здесь чё-то там какой-то красивый триплкил сделал, там, цм-ку забрал, ещё кого-то. Вот, и ты, типа, такой, нифига ты, блин, ну, прикольно там раздалил. Ну, блин, если мы, по сути, тогда шнубасами были, а ты выбрал героя, который, ну, типа, скилл от висми, но при этом, когда получается играть на твоём герое, он красиво же делает. Да, он реально очень по красоте делал. Айлы, реквем, там, zxc, один на один маму твою, ну, ладно. Осуждаю! Да, ребята, в то время было это то, что мы были лютыми агрошкольниками, по сути, и чуть что сразу там мамку там и тому подобное, это считалось, в принципе, какой-то нормой, но на самом деле это нифига не норма, это, ну, такие, мне кажется, издержки вот этого юношества, я так думаю. Но все этим страдали. Да, все этим страдали, и, конечно же, ну, меняемся, как говорится, все люди меняются, и мы, не, не, так сказать, исключение, мы тоже поменялись. Мой брат до неузнаваемости изменился, а он раньше был просто, ну, не Dead Inside'ом, а вот он таким агрессивным был раньше, когда что-то не так получалось. У нас девайс только так ломались. Да, ломались, это сейчас ты про нашего товарища Луки Ча, правильно? Ну, давай, это уже оставим чуть позже, и тут тема затронется немножко, немножко дальше. Он попадал сюда, к Аркадию, в рубрике, если кто смотрел видос с Ускаром. Да, 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 я помню, Войда артефакты прятал, бэншоты. А можно я, подожди секунду, Мекку возьму? Все, ре-куру. Дядь, ре-куру. Блин, я, если честно, немножко сейчас есть такое дуновение иногда, вот знаешь, такое, немножко в груди приятно, со звуком дезолятора, вот это, какое-то вот ощущение того прошлого. Я вот именно очень хотел это видео, и на таком чиле сейчас. Тотальном. Видели, жесть, как кайфово. Мы можем Рошана пойти забрать, я не думал, что у них есть варды. Пойдем, у меня Мека есть, если что, потанчу. Блин, кайф. Я даже не думал, что он настолько чилово будет, я на экстволотьку сделаю. Мека есть, Мека есть. Там минус арморы, да, у тебя ауру за максимум, хорошо. Так, ну ты поплотнее, не, я поплотнее, давай я потанчу. Ну, нифига, мы его лупим, слышь. Опа, но нет, если не эта ракета, дядь, то мы бы не забрали бы по-любому. Офигеть. Но в то время мы даже, так, ну, 14-й, ну, 15-й, окей, к 15-й минуте подходит, и мы сейчас выдадим, меня не хватает. Подожди, я вот так из, из датчика, замстан, и он умрет. Эх, я и сало не дал, давай тут подеремся сейчас, вот тут под вардом желательно, они нас видеть будут. Хорошо, мы его убьем с руки. И вот этого туда, ух ты, какой. Там попадай по-своему, Метеор. Жесть. Найс демидж. Демидж, найс, вообще. Это, это вообще максимально кринжово, на самом деле, как же мы сейчас раздали, мы, представляешь, что мы вообще ничего не нажимали, абсолютно. Ну как? Метеор, знаете, я его свапаю, мой же Метеор. Так не он, бедомаджил его. Ну да, было бы забавно. Вот так вот делаю? Нет. Вот так вот делаю. Я, кстати, меку дал в тему. Сейчас Володьку сделаю. Я в Рейсбенд продам. По-моему, в то время мы даже не покупали в Рейсбенды. Собирали просто сразу целиком какой-то артефакт, либо там сапог брали, либо... Может быть, блин, но я уже не помню. Жесть, ну это было где-то, ну, 16 лет точно назад. 15+. Что дальше мы могли на Винге собрать? Крыты или Аганим? Крыты, нет, Аганим, по-моему... Ооо, я вспомнил офигенную историю, связанную с Венгой и Аганимом. Как только ей добавили Аганим. Еще одну с Некром историю вспомнил. Вот, напомни мне на 20-й минуте. Короче, как только вышел на Венге Аганим, я помню, ты, ну, ты был более начитан по английскому языку, и, соответственно, ты знал его, короче, ну, немного лучше, и ты переводил все способности, нововведения, когда они там выходили на инглише. Вот, и я помню, Венге, соврал ты Аганим, и вот тут меня кошмарил. Карта была, я не помню какая, но она намного меньше, чем 85-й патч сейчас, на данный момент. И я помню, просто свапов 5, наверное, ты вот здесь меня по кругу гонял. Я сидел, мы с тобой играли, я через ноут играл. Я сидел такой, да, блин, такой, психую, и ничего не могу сделать, а ты меня свапаешь постоянно, вверх-вниз, вверх-вниз, короче. Чисто я там пытаюсь от тебя убежать, но у меня просто тупо не получается. Бей крипов, бей крипов, мне Володя. Ну ладно, все, тпш, если чем я кудам. Нормально. Нормально. Нет, не нормально. Ой, сурстринки, да, закинул тебе? Забыл про этого, ксусника. Ксусник. Ой, блин, жесть. И, короче, ты меня вот-вот здесь вот свапал по кд, короче. Я убегаю в одну сторону, ты там вейв-террор даешь, свапаешь меня, я убегаю в другую, потом догоняешь, опять свапаешь. Сидишь, смеешься, ну хватит, да. Вот, типа, вот это было. Это было прям вообще жесть забавно. Вообще жесть. Так, ну окей, 20-ая минута next. Боссари, Центурион с даггерой. Сейчас я его на кукане. Ох ты, нифига себе, он мастер. Это мастер. Так, я пойду лес по варжу, пойдем по вардим? Ой, ну, хочу подраться, в лесочке там такое можно. Пойдем. Пойдем. До, до, до. Осуждаю. Короче, чувак на гирочи просто прицепился ко мне и ходит за мной. Так, инвокера яул, если что. Если... Нет, нет, не достойно. Пойдем в лес, сходим. Сейчас эту пачку толкаем и лес. Надо отстыть. Хорошо. Минута просто хотелось бы реализовать. Давай, я первый пойду. Если что, у меня есть сало, салом приторможу и заметю. Тут по-любому кто-то будет в верхнем кемпе. Нету. Блин, жалко. Ну, сейчас вардик тут. На миде двое. На миду, о, во, во, погнали. На миде, на миду. Я забайчу, если что, меня не свапай, ничего там. Оега есть, можно поесть. Ой, какое хорошее сало. Шамейка есть, чувак. Оега есть, работаем. Хорошо. Опа, побежал. Как будто на толчок присел. Ого, хорошо. Отлично. Отличненько. Че, можно на топе там встать, нормально кайфовать. Была норма и раньше собирать аганимы на героя, потому что мы знали, как аганим собирается, но при этом мульту не качать. Серьезно? Да. Я не помню такого прикола. Мы не знали много, когда аганимы, как они работали, там, допустим, на каких-то героев. А может, каким-то героем они вообще просто никак не усилили уйти, но это мы все равно собирали аганимы. Ну, раньше и аганим собирался, как сейчас собирается Актарин. Возможно, это один из таких резонов, так сказать, почему мы очень часто собирали. Наверное. Наверное. На Дестройера, я помню, например, боты на Дестройера всегда собирали кучу аганимов, потому что они полностью бустили этого героя. Слушай, я очень отчетливо запомнил, если честно, что я любил собирать тревел. Вот просто... Вот хотите верьте, хотите нет, я помню, я очень часто собирал тревела. Почему? Акси... Этот... Аргументированно. Дядь, ой, Санстрайк, блин, плохо. Я не успел, дядь. Да. Аргументирую, почему я любил собирать тревела. Короче... Ты игрок был? Не-не-не-не, смотри. Короче, в то время, когда мы учились играть, мы играли очень часто с ботами. Я отчетливо прям запомнил, как бот на тролле всегда рашил, кристаллис и тревела. И я повторял вот эту тему. Реально, вот помню, именно вот на тролле вот стопроцентно всегда вот кристаллис, тревела и главное-главное, рейнджевая стойка. Вообще не котируется. Просто рейнджевая стойка. И стоишь, накидываешь. Даже не надо качать первую, чтобы переходить в нижнюю. Нет, вот стопроцентно только рейнджевая. Ну, бот что-то знал. Наверняка что-то знал, потому что из нейросети. Эти знания даже мероку недоступны. Ой, жесть. Зачем там кого-то кикать? Что за кринж? Вот у них совести нету, конечно. А, ну там Рикимару 5 левел. Я его даже ни разу не видел. Жесть. Так, ну это ладно. У меня есть Дезоль, Володька того времени и Мека. Аркана Ринга тут, к сожалению, нет. Есть просто Аркана. Вот я, если честно, вот все, немножко в ступоре, потому что я не знаю, что мне собирать. Я просто не помню, что я собирал в то время. Адерономику надо собирать. Ооо, кстати. Хе-хе, что-то замахиваешься. Можно Некрачей собрать, я думаю. Некрачей. Ну я дособираю Аганим еще. Ты Аганим, да, все-таки решил, да? Аганим нужен. Всегда всем. Так, если что, вот так сделаю, дядь. Не ссы, нормально. Мека есть, но мне кажется, не поможет тебе уж, да? Ничего не поможет. Ух ты, блин, смотри, как заявлял. Некрасиво получилось. Но тут нет смысла собирать тематические артефакты по типу там БКБ и БМА. Почему? Потому что, ну мы тогда у нас настолько не было развито макро, чтобы собирать там, не знаю, БКБ-хи. Чтобы имелось понимание. Прямо что еще было, я реально... Я помню, что вот на таких физовиках мы обязательно крытые собирали. И Бурезу вроде. Ну Бурезу. Ну давай подсоберем Бурезку. Почему нет? Я прям сейчас тогда буду собирать. Попробуем. А, ну, самое главное же правило. Ловкачам бабочка, силачам фреска. Во! Кстати, очень хорошая пища для размышления. Тогда я начинаю собирать Батерфурул. Батерфурул. Батерлофури. Батерфурул. Работает дровки, спрошу. Батерфурул. Ай, бро, это забавно, не знаю. У меня, кстати, затар, как из 2007-го, чекай. Реально. Какой-то не знаю. Одинокий талисманов и выезжен. Да, чисто такой. Блин, это забавно. Так, ну, next next история. Так, кстати, там Рошан устал. Next история буду рассказывать связанную. Кстати, зачем я достойно покупаю? На тот момент же инвиз это было неуязвимостью. Никто никогда не покинулся. Никакой-то такшен не собирал. Давай здесь пойдем встретим. Если не пойдет, пойдем Рошан. Смотри, у меня какой красивый эффект. Да, прикольно. Дезоль плюс Аганимка. Блин, круто. Возьмешь Айегу, друг? Да. Бери, только смотри, забирать надо. Прям забирать-забирать. Блин, как мы его лупим. Так, ну я сало успел накинуть. Если что, мека есть. Товарищ, ты сюда иди. Ты. Блин, если заберем Вокера, будет хорошо. Ой, одна тычка. Ой, хорош. Энтони Гизи Валити. Хорош. Дасты наше все. На топе фарману. Почти бабочка есть. Что, ломать не будем? Куда? Некуда торопиться. Пармем, кайфуем, общаемся. Самый тот кайф, который нужен. Нифига ты его сбрил просто. Пупа, руки наваливаю. Да. Хвалин Венга в то время такой, по-моему, не была. Антоха сейчас у меня твои вызови. Чекотек, со мной бежит Антоха, смотри. Он подбегай ко мне. Ну типа кликай. Опа. Ааа, и нет Антохи, вон смотри. Мартретку убивают. Свапай кого-нибудь там пофигу вообще. Антоха, прости. Дезалейтер. Ух ты. А ну стой. Все, замедлили. Опа, чтоб меня застанет. Побей и крепочка, фрегенишься же. Кстати, Володька в то время, по-моему, была для милишников строго. Да, но мы все равно собирали ее на рейнджевиков даже. Да, это правда. Это правда. Факты, факты Дота 1. Опа. Так, окей. 25-ая минута. Рассказываю историю с Некролайтом. Короче, в то время, когда мы играли, когда мы учились, я отчетливо запомнил момент, когда Некролайта добавили Аганим. И. Я играл против Антона. Не помню на ком. Реально, вот, хоть глаза выколите. По-моему, вроде либо на Свене. Либо на каком-то другом герое. И, короче, что происходило. Мы играли один на один, и Антонио собирал... Не Аганим, послушай, Дагон. Во, кстати, не-не-не-не. Не Аганим был прикол, не с Аганимом, а... Эй, ну подожди. Ну ты че? У меня Мека еще есть. Короче, ты собрал Дагон на Некролайта. И просто давал Дагон и ультимейт. И я с этого люто сидел, бесился. Да как? Это нечестно, читерский герой какой-то. Это вообще так было, ну... Я точно помню, ты меня где-то вот здесь, под тавером убивал, короче. Просто, просто подбегает в тупую, дает рипер мне и дает Дагон. Все, я умираю. Реально, это так работало. Не знаю почему. Просто в две кнопки он меня убивал. И раза четыре, вот так вот по КД он меня убивал. И я, короче, сидел, психовал с этого. Говорю, Антон, нечестно. Что за герой? Взял, ливнул, короче, там, хэ. Помню, что-то на 12-й минуте взял, ливнул. Ты ливал часто эту штуку, мне вообще в то время. Я ливал вообще по-страшному. Как че-то вспомню, ливал я очень часто. И, блин, что есть, то есть. Что-то там не пошло сразу. Такой, не альт-куку я тогда. А именно, в меню пауза, вот это не пауза, а там ЕКЮ вот так выходил. Ой, жесть. Ну, это строгое правило такое было. И у моего брата тоже. Альт-куку. Альт-куку. Ой, блин, ну это забавно. Не знаю. Че, ты на базу не знал? Это фраза твоя? Это читерство? Она у тебя была прям знаменитая. Это читерство? Это читерство? Это читерство? Подожди. Что-то сейчас люфта вспоминается. Это читерство. Что-то имбовая фраза какая-то. Я тебя тронил ей уже просто. Я говорю, это читерство? Это читерство? Вот так вот. Блин, какой кайф это вспоминать, даже не представляешь. Я так хотел этот видос. И прям, я не прогадал, что 27 минут я сейчас просто сижу и кайфую. Ребята, не забывайте поставить лайк под видосы и смотреть другие видео на канале, которые выходят. И очень благодарен тем, кто реально поддерживает, а не пакостит, так выразимся. Даггер же на винге нельзя было собирать раньше. Да, даггер нельзя было покупать. И на пудже то же самое. Че, пойдем, поделимся, поможем им. Let's go. Сватнешь Куско? Хорош. Умничка. Опа, бобник. Опа, Антоха. Антоха, ты не в тот двор зашел, Антоха. Котлявый Антоха. Антоха, ох, что-то Антоха. Антохи трещи. Забавно. Блин, на таком легке зашли, хайграунд сломали, не знаю, что делать. Ох, жесть. Так, че собрать дальше? Буреза? Ну, это прям импо сборка у тебя. Почти все правильно. Здесь учением трех артефактов. Каких? Володька, Мека, Дизольф. Жесть. Пацаны, наверное, смотрят, не понимают, что происходит вообще, почему они собирают такие... Да, кстати, никто, ты заметил, не написал, что артефакты странные какие-то. Слушай, мы не открыли ли мы с тобой портал 2007-й? То есть, со стиммейтами и с 2007-ми? Да, да, да. Они с нами чисто в это время нырнули и, короче, типа кайфуем. Ну, надо проверить что-нибудь, написать же им, да? Ну, возможно. А что мы писали тогда в 2007-м? Я не помню. Реально не помню. Блин, ну, оскорбления мы все, наверное, помним примерно. Не, ну, оскорбления, то, конечно, но не надо. Оскорблять не надо. Опа, ты че там, в атаку пошел? Я иду. О, не. О, не. Опа, ты че-то перепутал. Выходит, я просто юди-русица. Автоатакой. Сейчас это... Это оригинал? Это ты оригинал? Нет. Или ты подделка? Подделка. Чистой воды. Грязной воды. Уф, ты-то там дерешься, а я варжу. Самое время. А, кстати, в то время мы не вардели. Очень редко тогда, в то время, были варды у нас. Пойдем, я иду драться. Если что, Володька, есть, дядь, помогу. Если я должен... Ни фига себе, он Мартрахи люлась там с крита в полщи фулл хп. У него вот так вот хп было, вот, больше половины. И тык-тык, дропнулся. Иди на Ancient, вот здесь вот, на Ancient, порегинься, да? Да-да-да. Да-да. Да-да. Нормально регенится, да, подволочек? Лучше, чем ничего, конечно же. Ты страдаешь меня? Если это твоё желание... Так, ну у меня мека есть, что нажму. О, регенчик оставляет, да? СПС, Морд. Крацуба. Крацуба, брат. Че, идем драться? Крыгер до конца, как обычно. О, Центурион. Ой, драк пошел. Задоджил стан. Стан задоджил набегом? Да, он сделал это специально. Вот печенега, а? Че там, свапы пошло, и... И нервоз начинается, дядь, когда свапы вот эти. Опа. Ох ты, бро. Не, надо было, кстати, в БМ по классике убиться. Ай, ну, а что делает? Метеор кинул, и такой, блинкуется в упор. Метеор к нам. Смешной. Так, надо метеор, не вопрос. Так, 30-ая минута. Дядь, по-моему, шутку прогуляли. А, как вы его звали? Согу Вегета. По гайдам Согу Вегета ты же учил. Угу. Это жесть. Я очень хорошо запомнил, что я сделал первый мой гайд, причем такой, знаете, описной, с картиночками, все как надо, с историей. У нас Лордара, помню, у меня был гайд. Я прям сидел, что-то там. Были сайты определенные, на которые нужно было заливать картиночку, и можно было ее вставлять в текст, просто, ну, в текст того, что ты пишешь, вставлялся линк, короче, через квадратные скобочки, и там появлялась картинка. И, типа, ты пишешь там, ну, на Слордаре необходимо на раннюю стадию купить там, и вставляешь картиночку, там, допустим, тангусов, и там тангусики появлялись. Вот, и я написал так, первый гайд, и там что-то даже какие-то там просмотрики, там два-три просмотра было, и я такой, ну, фигасе, это был крут. Время, блин. Жесть. Я помню, запомнилось время, когда я играл постоянно на Слордаре, и мы играли один на один, и у меня был там имбовый лютый билд, это ПТ, Володя, Сия, МКБ, и, я не знаю, вы там страдали, не могли выиграть этого Слордара, потом, я помню, Дум такой же у меня был через Криты и плюс Волк, и я помню, ты на ДК его выиграл, такой, знаешь, сидишь такой, потом, если что, на видосе посмотришь, такой, ес, такой, наконец-то, типа, нашел контру, как, типа, ну, выиграть этого Дума, на ДК, помню, выиграл меня. Да, Сия очень отчетливо помнится на Слордара, ты напомнил. Да, да, почему? Потому что тогда, по-моему, это был артефакт, во-первых, он легко собирался, во-вторых, это был такой метовый артефакт, скорее всего, скорее всего, метовый именно артефакт. Че там, драка, дядь? Ну, иду, Мекку, надеюсь, успею дать. Бей, отхилишься. Просто можешь крипов колотить, если что. Ну, конец вон трюке. О, задоджил. Хорошо. Ес, я вот прям запомнил такой. Помню, вот здесь вот что-то я, ну, дрался. Помню, я за скоржей, по-моему, играл. Или... А, нет, ты меня уже сносил, доносил. Вот, там сыр, кстати. Цбип, Антон. Цбип. Цбип, собак. А, ну да. Морта вообще, на самом деле, молодец, адекватный. Цбип. Цбип. Ну, понял, типа. У меня из-за вот этих киков слева, у меня игра начала лагать. Из-за того, что, чувак, ты ковка. Ну, пусть пойдет. Пауни, вот, не, пока он отходил, видимо. Вот, и, короче, я помню, как ты прям так зарадовался с этого момента. Пойдем туда. То есть, запомнилась, конечно. Запомнилась, конечно. И левокер, ага. Ну, да, вот эту кнопку. Дезалем, побью сейчас. Эх. Ну, это имба. Посмотри на Гео за тарт. Он тоже, походу, на чиле. 2007-го. Гео, тарт. Гео, брат. У тебя тоже 2007-й в голове. 6. Сентябрь горит. Да. Вейф-террором добьешь. Че, под колодцем можно сейчас забрать? О, надо... А, тут нельзя уже под колодцем покупать ничего, понял? Нет. О, ваншотнул чувака просто. Под колодцем, кстати, тоже в то время так делали. Заходили и били вот так под колодцем всех. Эй. Кстати, так тоже делали очень часто. Я очень помню, часто так делали, когда играли с ботами. Старались там, не знаю, по рофлу подзаруинить там какой-нибудь мув. Там когда уже игра такая фановая. И чисто старались вот так вот Заруинить там телепорт или еще что-то Это было прям, ну, просто Изюминка на этом И написать чат Ой Вот, вот это писали Ой, Анан Плюс, да Ой, Анан Плюс и еще вот это было Вот это очень четко запомнил Типа вместо ха-ха писали Собака, аж вот это Какой смысл писать собаку? Как будто тяжело дотянуться до А Вот так вот писали Типа чего устали Ой, Анан Плюс Без Таинбера еще на Плюс попал Ой, Анан Плюс Он уже не вернется Я ему позвонил Не вернется он уже Он уже не вернется 2007 уже не вернется Так Ну, 36-я, пока чили Можно еще что-то вспомнить Что-то я, если честно, хотел Еще какую-то историю рассказать Забыл Мне вспоминается, что ты Жуком играл Часто Нерубом? Ассасином? Да, мне очень нравились у него Скоробеи, которые закапывались И их можно было Я помню, очень сильно запомнил Вот на верхние кемпы Вражеские ближе к нашему Т3 Ой, Т3 Т3, да Вражеские Скоржовские кемпы Я очень отчетливо запомнил Что я там сделал, по-моему, свой Такой очень запоминающийся Трипл килл Я закопал Три Скоробея Причем закопал их С таким интервалом Что можно было Короче, по очереди Пробафать Я помню, что один Скоробей Наносил 40 урона В секунду И при этом КДшечка была Ну Небольшая там Три секунды сало Я думаю, многие даже не знают Что раньше у него была Эта билка вообще Да, короче У Неруба раньше Были Скоробеи То есть, который Вот Курьер Как на 83 карте Курьер Скоробей Да, только такие Персонажики Крипики Вот, их можно было Закопать Я помню, закопал Их с таким интервалом И началась драка И я в этой драке Вытаскиваю Этих Скоробеев Эти Скоробеи Ну, направляешь их И подводишь Куда надо Нажимаешь кнопочку Суисайда Они взрывались Раскидывали Сайленс Наносился ДПС 40 дэмэджа в секунду И раскидывался Сайленс На 3 секунды В течение 3 секунд Они дамажили И вот так вот Три раза Три таракана Вот этих пробафал Скоробей И сделал Трипл килл Я так был Шокирован Так был доволен Этим моментом И реально Это было Ну, не знаю Очень круто Реально Очень круто И очень запомнилось Так, ну, не знаю В принципе Я думаю Поностальгировать Такую вот Одну каточку Записали Ты, если хочешь Можем еще одну сыграть Можем сыграть Без проблем Погнали Ванмотаем, ребятки Сыграем И что-нибудь еще Повспоминаем Так, ну что Сделали Мария А вторая каточка У нас на подходе Ностальгическая И Антон Как ты думаешь Какую заготовку Мы сейчас будем брать Вот сто процентов Подгадаешь С первого раза Двух героев Типа из двух героев Да, да, да Ой, блин Че-то не приходит На ум Ну вот я сейчас возьму Ты поймешь сразу Понял? Это апэшка Думай Мысли, мысли, мысли Давай быстрее Пока не забрали Без лордары И еще какой-то физовик Я не знаю Баратрум Поехали Баратрум? Да Вообще не догадался бы Ты очень часто Тогда, помни, играл На баре И... Момчик В принципе Просто потому что Баратрум Потому что я не так заиграл Я подумал Это как-то связано Со Слордаром Нет, нет Это со Слордаром Ну Мы взяли, так сказать Те героев Которые В то время, так сказать Брали И это будет Слордар Старого закупа И Баратрум Старого закупа А ну как Мы же раньше Тайвер Покупали Щиток Топорик О, вот это Я не помню Честно говоря Что мы тогда В то время брали Блин Болета был стандарт Такой На всех Хрен знает Ну давай И можно идти на один Лайн и автоатачить И типа И типа стоишь То с такой И ставки делаешь Кто 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 Добьет Те Героев Да, давай так и сделаем А по Татарам Будем собирать И я выйду Володьку В ПТ-шку В Сию Что мы еще Собирали часто Я помню В то время Даже Дезолятор Собирали На Слордара Но я не собирал Я почему-то Выходил там В какие-то По-моему даже Ха-ха-ха-ха Подожди Я по-моему Собирал Если не ошибаюсь Я по Тараску Выхожу Имба Кстати Силач Значит Тараска Ну блин Я так и собирался Тогда Ну давай Почему нет Акс тоже С 2007 Это Полуфейзы Полутранквилы У него Ну По-моему Это Транквилы С Доты 2 Не? Неа Я не помню Как Транквилы Собирается Там Блейс Их Я не пойду Драться Ну их Нафиг Короче Погнали Ну В общем Короче Я надеюсь Эта катка Будет Такая же Ностальгическая Как и Транквилы Танк 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 Бау Танк Танк Ну Старая история Короче У нас в детстве был друг один, товарищ, который тоже играл в доту Но он играл, у него больше такие стратегии крысиные были Вот, и он очень часто, так как Антон был более продвинутый в доте Он был очень начитан, понимал механики очень жестко И он, можно так сказать, постоянно что-то новое придумывал Я, самое главное, просто переводил то, что было написано Да, и понимал намного лучше, да, что и как работает Вот, и, соответственно, смысл такой, что был у нас один товарищ Который все эти вот эти задумки, заготовки, идеи, вот как Антон играл Опа, сейчас за агрю, дядя, ну застань Так, конечно, гигачат Что это сейчас было? Так, а я не помню, что качал, я тройку, по-моему, качал всегда Вот И, короче, он всегда вот это крысил, вот эти какие-то стратегии И это на самом деле, ну как-то было такое себе Ну, там чувачок Ну, на самом деле, там это, вот серьезно, его жизненный характер Как-то даже, ну вот, на доте отражался Да, да, человек, он такой немножко криса был, выразимся так Вот, и он так делал Очень часто помню, он спамил Ланаю Ланаю, и на Ланай, короче, он Брал Доминатор и Помню, с рефрекшеном мог просто тупо стоять Бить Тавер внизу, я очень запомнил Когда мы играли с ним один на один Он просто стоял, бил Тавер внизу под рефрекшеном Тупую Так, вот так делаю Блин, мы просто деремся, не знаю Я, если честно, с таким минимальным АПМ-ом играю сейчас Что, вспоминая, 2007-й, как говорится Стою просто автоотачу Шесть И мы с Антоном тут еще Мне надо идти на базу, походу Да, иди Тем более, брат, Рум Курьера не брали даже Вот, и, короче, блин Он крысил, я помню И видел В чем прикол? Самое главное, что мне отпечатывалось в голове его Так сказать Его крата Относительно меня Моей, как бы, этой стратегии Я раньше играл с Виномансером постоянно Баратрум потом пришел ему на смену Тому чему? Потому что я очень любил, типа, там, во всех играх играть за каких-то магов Я очень любил магов, магами играть В любых, типа, играх, типа, Обливиан, там, я не знаю, Диабло Если кто играл Ну, в то время, да, это были культовые игрухи И поэтому ты любил, скорее всего, именно плейд Вот, я любил Я любил в Диабло играть Я играл за магов И я любил стихию, вот, как раз-таки, ядовитую И это вот на доте тоже отпечаталось Потому что на Мансеру, там, по сути, вот, самый главный представитель этой стихии Ну, еще Вайпер, конечно, но Виномансер для меня больше, как бы, подходил И я его начал тупо спамить А потом, Серж, вот это, его звали Серж Отспалил, короче, да, он такой Он все равно здесь не смотрит, о нем разговоры Да, пофигу Что, сейчас же не ошли Пусть сам, если что, по вспоминаю, да Он просто начал спамить тоже этого Виномансера А мне так обидно стало Почему ты, о, я вспомнил Почему ты берешь моего героя Да, да Моего, именно, моего, вот О, точно, Аркадий Самое главное, что было в детстве Эти герои ассоциировались с нами, как личностями И, на сути, кража героя была кражей нашей личности Вообще, это так было оскорбительно, на самом деле, в то время Ты, почему ты взял моего героя Очень близко к сердцу я это воспринимал Очень, прям, пипец, как Ну и я, мне пришлось, чтобы, как бы, не знаю Быть еще, чтобы сохранить свою индивидуальность И взять нового героя И это... Явился по твоему зову, да? Да, он явился по моему зову Стардеичка, бро И мне его еще озвучка очень нравилась Да и сейчас нравится На хрен, он на хрен озвучен Да, ну так он, по-моему, ничего не поменялось Особо с того времени Не, ну как Механики переработаны Вторая скилла Точно я помню, кто был Дамаг был Лютый Двойка Помнишь, дамаг давала Я не помню вообще, что она делала Я помню, что она была пассивной МС побывала МС и дамаг 70 плюс был там на седьмом левеле Когда размакшиваешь Что, чаржанем? Ну ладно Ну ладно, хотел пешком Ну такой, знаешь Ну ладно, как будто падла играть Давай в эту сторону его толкнем Я надеюсь, я его забашиваю Не знаю Пойдем под Т2 О, не ты так, я О, я забашиваю еще Хорошо Э, ты в 2007 Райдкликать Да, погнали Вся кей-поп Там кому повезет Я отпишусь Отписка Дизлайк отписка По-моему, МОМ первым артефактом Почему? Потому что, во-первых, МОМ Был в то время Прям очень Востребованным артефактом Это был метовый артефакт И он реально круто Заходил всем Нифига себе Ты толкаешь Вот так вот играл в 2007 На Баратруме Вот отвечаю Просто посмотрите, как он башит Шесть Так, ну масочку Точно помню Вот так, примерно, закупался Блин, это круто Я даже особо не стараюсь Не динайить Когда ты на лайне О, меня убивает Я метку кидаю За тавер зайдет Вот он молодец Не идет к таверу Да, специально Все бы под тавером Так, ну что Относ кастуешь, дядь Ну тебя по нажатию вроде Ладно, станды Эй, хорэ Вокер Все вот эти санстрайками душат В 2007 Так не играли Да О, смотри, Леорик, помоги Ну так сделаю Но буду драться, как бот Мансану только от Агра Ух ты Опа О, блин, 2007, дядь Ну думаю, Акса заберешь И уйдешь, дядь Хорош, убежишь У него 230 маны У Леорика, если что На фазах 5 кп, 5 кп Ааа Ну нормально, ничего страшного Нормально Нормально Антонио Антонио Левай Где? Блин, спалился После первой смерти Левай Эй, жесть Все равно на этот троллит Короче, пуканов, да? За душу Че, на топ Если что, тп-шка Чардж, дядь Я тут Леорика Погоняю Давай В тупую с ним драться буду Не хочу тп О, станом не попал Как в 2007 Но буду драться с ним уже Метка смерти на нем Да Он меня, по идее, никак не перебьет О Нормально Так, ну меня агрят, дядь Но мы тут, я думаю, справимся Мы просто райдкликом убиваем Блин Ну буду бить, дядь Буду бить Баш в 4 Баш по-любому прокнет Я просто Я тебе клянусь Тут если минус АПМ нажать У меня 56 АПМ, дядь 56 А у тебя 55 А, 50 Подожди 56 и 55 Мы вообще тупо Ну, не нажимаем кнопки И типа просто убиваем Так вот Ну так, пацаны Причем на Баратруме Такой АПМ можно сохранять даже в обычных играх Да Без приколов Так, в то время переагривать мы не умели Максим, что могли это убегать и Принимать смерть от башни Да Я принимаю вызов Блин, это забавно жесть Так, хорошо Хорошо Я пойду на базу Да не, еще вот тут кемпинг пофармлю Пофармлю Ну, кстати, знаешь, что я в этой игре делаю То, что не делал в тех играх В то время ПТ-шку обужу Приятно Ну, видишь, у тебя 30 хп сохранилось Из-за того, что ты обузил Все Ну, кстати, я бы вдохновил Если бы не по стандартам фидерства Так, ладно У меня почти Володька есть Да, я без спринта Спринт мы в то время не качали Это считался зашквар какой-то Она же не дает урона Урона не дает, зачем качать В то время, когда мы учились играть Очень было такое злое правило Или даже, может, не правило Какое-то понимание игры Что если способность не дает Вот сюда урона Или какой-то артефакт То это не очень Не то совсем Вот, и так и играли Так, я беру тпшечку, дядь Там у меня золота не хватает Пойдем на... А, ты на низу уже Но мне кажется, тебя... Не, не вынесу, да? Оригинеси приду, дядь Там кура тебе летит, дорогой С момом на развороте, дядь 2007 Вот так вот От... От... Не 2007, а... От... 20 тысяч 20 тысяч Семь, дядь Ну я сейчас, Володька, почти-то делал Потом сию буду делать О, я тоже Может, сия хороший артефакт Да, сия хороший артефакт Сентябрь 2005 Хорош Так, окей Погнали, Володька почти есть Давай тэшку побьем Володька почти есть Ребята, не забывайте поставить лайк под видос И, конечно же, прокомментировать теплым воспоминанием Не знаю, в первой катке я это не сказал Но напишите, какие истории были у вас Будет интересно почитать Что-то выведу в ТГ Что-то Как говорится На общее обозрение выведу Если истории годные, интересные Прям того времени, так сказать Почему бы нет Почитать приятно будет Я бы не в чартнись сразу Чартнишься, давай Я крашну сразу Иначе я не успеешь потом краш дать Буду драться Хорош Ну уходи Уходи Я тут в роли семисапа такого Буду, если что Тупого семисапа, что ничего не могу нажимать Просто стою Тупоу Пойдет Главное, Володьку сейчас сделать Да там четыре героя, вы отойдите Хотя, ну побить, мне кажется, вдвоем побьет Сейчас амад нас откатится А он отошел От других Ну все Нормально Там Еса тоже 2007 Кольцо Блэйдов атак да вот это кстати рошана можем же вообще все можем пойдем наверно варшпит я иду только главное что там варда не было когда наш варды есть они какие варды кому не нужно не шура не дают но кстати да забыл я подхожу я подхожу дядь умой руной люди часто разбивали раньше мы все или все руны все аегисы разбивали дядь там о мне гаги прикинь но мне кажется тут надо уходить какие-то они мощные но я бы додумался в то время уйти от такой толпы я так думаю у них там вард по-любому стремится рекой толпой бегут вот я за байчей инвокер даст кнопки продавать ой как забыть в грамот ну надеюсь 2007 2007 минут 100 погнали так я собью линку чаржане вот можешь чаржит судяйте хорошо блин классно да подзабайтил инвокер молодец не растерялся мне понравилось как 2007 рейджинг фьюри да нормально ой хорош спасибо чана из правда лэп и вас возбудит мои страсти возбудимые страсти журнальчик плейбой вместо коврика для мыши вот это имба я возьму а я возьму дядь так он у меня спринт я сейчас буду чуть побыстрее я все сюда я бегу я очень медленный дядь на бегом у меня огурчат там огур но я подерусь тоже ох сорян а что если ты от нас сейчас к станешь я подерусь дядь хорош нифига ты толкаешь дядь красава так акса задушим этому амплификацию даю дерусь просто с руки рожь о да это даже и на вставочку прямиком из 2007 ребята хорошо так ну что 15 минута вспоминать еще какую-нибудь историю давай так как у нас тематические герои да вспомним какие-нибудь истории у меня есть одна в голове но ты по моему и даже по моему не знаешь она была отдельно от тебя ну давай все равно прикольно бы короткового ведь к же помнишь конечно конечно короче он раньше как мажориком был нормальным достатком он как-то пригласил к себе домой для меня и у них была договоренность сверху вот тем же скажем сержом как захотите с которым мы про как промышать рассказывали которые любить любитель там крысить до играть один на один и меня этот ветер пригласил что у я сыграл вместо него я помню я играл на магнусе а он взял разора мой один один я его выиграл не зря позвал это можно говорить что я тебя выиграл вот так и представил это играл он блин прикинь вообще же это подстава на самом деле но я думаю не как говорится в детстве не раз кто-то из вас тех кто на меня подписан так делал потому что это прям ну мне кажется классика жанра было там позвать старшего брата который чуть там получше играет спасибо за подписку кто лучше играет чтобы он там за тебя засолил не знаю о падять let's go нормально за душем я лёрика побью папа амплификацию я хотел у акса до его агро дядь живешь стан дает ах не успел мне кажется меня 2 себя в пятером меня тут всех сторон мне ты что-то напомнил жалко рядом никого не мне кажется мне тут серьезно серьезно просто вот это под монтаж отвечает просто жесть просто под монтаж как 2007 да нет 2007 я так не додумался бы прямо бежал когда нас нападали нажимали правой кнопкой по колонку да все вот так на базу и все обижать домой скорее быстрее чем быстрее кликаешь тем быстрее бежишь так внизу фарм есть пойду добью сию если дадут инвокер идет найду базу базу выдал на дингу привет как говорится да хорошо так мы сия почти есть в полном составе блин нормально тогда играем еще оппоненты стараются там блин вот они играют как раз таки не как да более так слажен немножко так хорошо был так есть сия дядь но он экстом дизоль по-любому после сиды золь но и тараски надо когда-нибудь убрать тараски ну давай я сделаю дизоль и тараску сделала там и дальше уже если дальше затянется мкб сделать так я на топе пойдем давай пойдем на топе сша суету натянем так по кайфу сия но конечно сейчас этот билд максимально уже ребят не актуален поэтому смотрите актуальные билды по гайдам вот и не забывайте хорошо так но у меня тут веселуха я и застанет краш по таймингу все как по гайду побежали пробежимся ешь не такой тупой 2007 был я стараюсь меньше а поэми делать вид что я прям ну совсем не понимаю что нужно делать совершенно сюда не шел либо у него лотарма либо он сюда не шел а а вот вот он его он меня не убьет по идее баши там сейчас все хорошо вообще типа блин как же это круто с лордар все-таки ну подраздает так чел берется инвиза до атакует но ничего сделать не может лордар армор армор есть от хил есть ваш есть чаще нужно круто вот почему я тогда играл на стартаре бьет вольно да он еще символы на самом деле но мне очень сильно в то время нравилось знаешь что в сладаре именно то как он выглядит прям вообще вот до сих пор мужчина мужчина такой крепкий очень помню зашкварно было кидать амплификацию в крипов ты что амплификация в креплой так это же ульт по факту это ульт ульт только в героев уже тогда разделяли еще героев по классу и выбираю говоря ли свой любимый класс силач по вкач мудрец поехали так но кажется мы сейчас бегу до конца давай дядь до конца если что я подстанет думаю блин как вот так сделаю дядь живешь хорош отойду в стороночку романсом чуть-чуть немножко поймем дядь дерешься хорош саван так ли урик от суба давай еще раз это просто не убрать тайминги конечно в то время так не делали так 2 300 у меня до дизоль можно давай отойдем пойдем на эншентах паре граммс я бью ему так окей время прекрасных историй на двадцатой минуте что-то рассказывали что под классово делили да этот вопрос мы задали одному известной одной известной личности в компьютерном клубе кто твой любимый типа класс силач на вкач мудрец его ответ был очень прямой он тогда что-то понимал в этой игре да а к танка бери танка бери да танком не помню мы разделяли там колени танк до разделяли 100 процентов дядь танк потом хилл по-любому что-нибудь такое дамагер бери дамагера там но это и сейчас принципе есть такое небольшое разделение но она более такое аббревиатур к сейчас немножко по-другому там на x башер собирал слышишь можно будет продать собрать собери баш и продай дядь за full price хотя нет я себе оставить себе да баш на славдаре баш нужен или на лесной ноги у нас трое осталось кстати их четверо пойдет я дозоль добиваю уже чуть осталось давай так чё собирали еще вот сия ты в тараску сейчас да наверное в тупо да я тоже в тараску сейчас по данных сам дозоль уже есть почти с 3 на их залез как крипа так и осталось пусть сидит не буду фармить что происходит что происходит так все я на базу на базу может это может но пока принципе ситуация не сильно критическая я думаю можно будет подварде чуть чуть позже так есть щиток не буду выкидывать можно кстати в г апкнуть было но я думаю сейчас не особо актуально чат хочет тут пофармить давай пофармишь есть что метод покидаю крипов 6 3 денешься хорошо стычек омом плюс домом волотка же они же сочетания чё пойдем лесочек сходит лицок маленький эмбарды поставить жесть я быстрый у меня 469 под прожатым пассивным никого нет кто-то фарма вот здесь затяжка сейчас наверно будет либо лотар там но можно побить тэш кто на что делать терраса ухты дядь успею крашиться что дать думает он мы очень плотный а так я в этом в дуэльке я мансану отойду дядь сейчас подойду главное бей дядь отхил лютый ладно пойдет пойдет да но мы вдвоем тут пойдет я делал у меня я даже экран не уводил никуда просто стрелок наточил но тараска сейчас делаешь нормально будет раз к сделаешь нормально будет так 1700 золотых но я сразу в тараска виталика бустера куплю сейчас вайт лик вайт лик бустер надо взять почему потому что мы тогда и по моему я старался всегда именно виталите бустер там покупать там первым артефактом на что денег хватало а не сидеть там ждать там как-то копить собирали то что могли как могли радианс тоже через рецепт сначала собирал да я не помню ома радик вообще тогда особо мы нет рецепт сначала покупать это им про конечно кстати рецепт сначала покупали вот это ты мне напомнил пойдем рошан исходим рецепт сидели полдня выбирались брали рецепты по рецепту что на рецепте написано той собирали вот я тебе купил рецепт буду ходить рецепт тараски бро ну ты понимаешь тебе придется я без брать ну я могу взять но тесте стик лучше выкинь а так у тебя тараска уже есть бери а я не доставить а я губерина нормально нормально хорошо пойдет 18 виталика бустера 2x2 x5 погнали сюда я бегу дядь бегу я далековато правда я на спринтах иду живешься что на леорику кино амплификацию так как он самый плотный такой хорошо о полеге кино шабан из не ушел их не успел так но я встанет кидаю еще амплификацию райт кликаю просто погнали обра я подоробью сладо ровью я сладо ровью меня-то за что барада либо я пойду дальше давай души его души дядь блин я я чисто вот на реально я стараюсь минимально поэмить чтобы казалось как будто я ну совсем совсем стараюсь так плохо и олегу давай лего давай дядь чаржуй на него погнали прям под колодец погнали под колодец пофигу пойдет под колодец под колодец это скилл это скилл он сам идет к нам писал просто пойдем отсюда или ты хочешь еще дальше пойдем если выйдут об акта это вышел инвокер жесть конечно в этой карте с нас поимел фрагов просто жесть так я пойду за половиной тараски дядь отойду ух там как влетает тебя это не поможет я самый сильный герой и бьет того стоит на баре просто я просто игнори узнаешь таким каменным лицом сигмы такое чисто на серьезке так ну тараска есть верните мой 2007 так 25 минута прошла мы немножко заигрались крутую историю в студию крутую историю ну так мы связаны с лордаром плюс баром я я вот сейчас вспомню момент как мы короче смелей шли со школы миля это короче парнишка это брат антона вот он тоже тогда мы все втроем играли соответственно в доту я приносил ноутбук приносил стационар мы играли там подключали ноутбук к одному компу через bluetooth а другой через провод то есть получался нас такая тройная связь там на что проводов не хватало alan как-то настраивать но у нас не получалось через провода и настраивали именно один через bluetooth а другой через провода и еще делалось мы играли и помню очень хорошо запомнилось со школы когда шли смели и он говорит о какой у тебя типа ну какой твой герой вот вот это запомнилось я такой ну я не знаю я еще в доту типа сильно там не играю а он так а у меня свен любимый герой вот запомнилось прям а и тогда свен короче был он был сильный тоже и был весьма интересно у него вместо тройки была аура на армор такая как бриллиант аура вот-вот один в один как вот с володьки вот это аура у свена 5 армора всего давала всем массово вокруг и все вот типа ну и ну и стандартном сплэш meteor hammer вот это как как подожди как начал назвал спел meteor hammer у него или как что а штурм болт по он даже что-то такое другое название было не не помнишь не был блин я не помню по моему такой так и был фарм болт это узнал волк такой же фарм болт его поменяли на хелл фаер бласт да вот и короче точно помню что этот спелл у свена он в 1 летел именно он не массовый было такой он был небольшой маленький просто такой анимации ультимейта вспомнил еще одну историю ты подвел сейчас четко помню уже не было анимации свен просто тупо смотрел на врага из него вылетал молоток самое смешное знаешь что было я помню мы играли с тобой один на один ты играл на гаргоне я играл на свене когда ультуешь эффект тоже такой же был на свене что типа ой такая волна и я короче чё делал на базе ультовал и короче тп-6 нами ты нападал на тебя первый раз это прокатило а потом короче тп-6 второй раз и ты такой раз уже убегаешь так и прочекал я то с этим этом или нет вот это тоже запомнилось так ну и если буду бить ухты нифигаси инвокер это это нагинг что ли за нагинга уже была база блин жесть как он душит тараска есть можно поиск куда ты делать куда ты там кастуешь поднимаю я поднимаю бокал за этот 2007 так но рампашкой закончить надо пищу рамп очки жесть да далеко конечно ушло то время под колодец ничего не знаю ничего не знаю под колодец хорош блин ну приятно самом деле было все это повспоминать реально с таким удовольствием поиграть эту доту сейчас которую мы играем прям такая она какая-то вот все-таки того времени что ли у нас получилось с минимум вот этим а пм а мы я доволен честно говоря этой темы которая сейчас происходит так а чё сижу можно же будет бакнуться фига себе я рак можно же будет бакнуться бураку и раку и инвокер какой-то профессионал у нас еще попался так бы интереснее наверное игра была бы немножко потянули но керонат из будущего о так ну что ребят на этом вот тут вот так вот получился видосик спасибо всем кто его посмотрел обязательно прокомментируйте этот видос какие были у вас моменты самый лучший момент я размещу на свой тг канал xanazos 21 внизу ссылочки также у нас есть в описании подписывайтесь там выкладываю лайф выкладываю оповещение о начале стримов о каких-то моментах жизненных ну и конечно же просто хорошо проводим время не забывайте ну и конечно же поддержите youtube подпиской я надеюсь сегодняшнее видео вам понравится тем что она все-таки с какой-то душой которые нету в доте 2 почему я сейчас говорю про доту 2 потому что все у меня спрашивают там доту 2 почему не играешь дайте 2 я считаю нету души нету той атмосферы юношество которое так сказать присуще в варкрафте дота 1 я думаю тут ноги со мной согласятся и поэтому как бы ну вот по кайфу вот такое вот видео сделать надеюсь она вам зайдет антон как тебе вообще понравился сегодня что сказать сессия в этой игровой это по сути была игра чисто беседа до на сопроводающаяся игрой да это было круто и повспоминать все но и конечно же делитесь своими историями ребятки в комментариях ну и на этом все спасибо всем кто посмотрел это видео с вами был xanazos и до скорого всем счастливо по кайфу дядь понял да верните мой 2007 куда уходит это о